Приветствую вас на ветеринарном канале. Меня зовут Бакулина Дарья и сегодня я хотела бы рассказать о том, как же сделать ингаляцию грызуну. Для начала нам потребуется набрать в шприц препарат для ингаляции, разведенный в физрастворе. Разводить препараты для ингаляции рекомендуется раствором натрия хлорида. Это солевой раствор, который будет способствовать увлажнению дыхательных путей и облегчать их очищение от слизи, от мокроты. Перед тем, как мы запустим неболазер, нам необходимо залить раствор, приготовленный заранее, в емкость, из которой будет испаряться этот раствор. Итак, заливаем. Открываем крышечку. Вот здесь у нас емкость. И заливаем приготовленный раствор. Залили. Теперь закрываем крышечку. Раствор мы залили. И теперь включаем кнопку. Проверяем, все ли работает. Вот видите, пошла аэрозоль. У нас все работает. Теперь мы эту систему подсоединяем к контейнеру. Нам подойдет вот такой контейнер, в который мы посадим животное. С одного конца подключим ингалятор, с другого конца в крышке будут проделаны дырочки с 5-рублевую монету. Итак, у нас все подключено. Если животное будет пытаться выбираться, то можно там, где подключается ингалятор, заклеить скотчем или изолентой на время ингаляции. И мы включаем ингалятор. Аэрозоль будет потихонечку заполнять контейнер, и он станет выглядеть как в тумане. Животное будет как в тумане. Значит, какие есть нюансы. Если животное плохо переносит ингаляции, то рекомендуется в контейнер во время ингаляции ставить какой-нибудь пластмассовый домик, чтобы животное могло спрятаться. Это на качество ингаляции никак не скажется, потому что аэрозоль будет все равно по всему контейнеру, в том числе и в домике. Но при этом животному будет не так страшно, потому что звук ингалятора, как вы заметили, он достаточно громкий. Вот я его сейчас выключила, иначе меня было бы не слышно. Поэтому животное может пугаться этого звука. Не удивляйтесь. И чтобы переносилась крыска или хомяком ингаляция легче, то ставьте домик в этот контейнер. Какими препаратами делаются ингаляции? Обычно это трехкомпонентная схема. Это антибиотик. Препарат для облегчения вывода мокроты из дыхательных путей. И препарат для предотвращения бронхоспазмов. То есть, чтобы животное не задыхалось, не было астмоподобных приступов. Назначать препараты нужно с вашим лечащим врачом. Потому что в разных ситуациях схема может быть разной. Она может меняться. И помимо ингаляции могут добавляться уколы. Поэтому все решается с врачом. Какие есть нюансы еще? Между препаратами животному даем отдохнуть, а контейнер проветриваем. Потому что мы подаем через небулайзер смесь без кислорода. То есть, это ненасыщенная кислородом смесь. Поэтому животное будет во время ингаляции кислород потреблять в контейнере. А новый не поступает. Поэтому между разными препаратами делаем перерыв. Перерыв около 15 минут. То есть, животное убираем обратно в клетку. А контейнер открываем. Крышку снимаем и проветриваем. Затем, через 15 минут, можно делать следующий препарат. Вот так вот делаются ингаляции. Ничего сложного в этом нет. Небулайзер вот такой вот, как в моем случае. Он состоит из емкости для раствора, распылителя. И из трубок и самого моторчика. Вот такой небулайзер подойдет для ингаляции. Он бывает разных фирм. В принципе, их строение, состав он примерно одинаковый. Если видео оказалось для вас полезным, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Если что-то было в этом видео не раскрыто, я с удовольствием на них отвечу. И будем прощаться. Всем пока!